Всем привет, друзья, это канал Первый Уровень, спасибо, что продолжаете нас смотреть, это продолжение прохождения Пейнткиллера, первая часть, и сейчас нас ждет босс, точнее меня, я, если честно, после понедельника немножко вареный, день, как говорится, тяжелый, так еще и с боссом фигачится, но единственное, что я скажу, что я надеюсь, что пройду его чуть-чуть все-таки побыстрее и с меньшими для себя эмоциональными потерями, чем Первый Босс. Уровень называется Болото, ну что ж, надеюсь, в общем, надеюсь, надеюсь, надеюсь на лучшее, давайте заценим. Наверное, каждый из вас плюс-минус пошутил про Питер, когда увидел название этого уровня, я пока не понимаю, что тут делать, болотные чудища надо уничтожить за 4 минуты. В первой фазе Обязательно нужно Ждать, пока он около пузырей будет И взрывать, короче Стараться, по крайней мере Что ж ты будешь делать, а? Так, окей Получилось немножко Здесь получилось Так, он бесится, конечно, но Так, ну главное Отлично Но сейчас урон по нему не проходит Вот вторая стадия, нужно Вот эти вот пузыри Уничтожить У меня двойной урон, кстати говоря Это шанс Отлично Вот так вот Ребята, ну это благодаря картам Реально благодаря картам Слушайте Честно, первый босс Для меня намного сложнее Здесь реально Понять стратегию Мне, наверное Я потратил минут 5, наверное Таких Проигрышных попыток Чтобы вообще понять Что вообще происходит И, собственно Когда вы понимаете стратегию Как с ним бороться Это не страшно То есть Первая фаза Нужно бить по пузырям По которым он ходит Около взрывая их Во второй фазе Все очень просто Он начинает быть уязвимым К обычным атакам И нужно просто-напросто Разбивать Вот эти вот Мыльные Не знаю как их назвать Огромные Болотные пузыри И все И все, собственно Ну, я проюзал Карту Карту на урон Вы видели Как он отлетать начал Все За сколько? За минуту 45 Я его уничтожил Отлично Просто отлично Мне нравится Это То, что вот нужно В понедельник После Очень тяжелого Рабочего дня Все отлично Сейчас будем ценить Уже третий акт Первый уровень Забежим Посмотрим Так, а что за карту Там нам дали? Ловкость Оружие Перезаряжать Ну, это фигня Если честно Вот реально фигня Ну, для меня лично Вот урон Бронь Два раза Меньше ущерба Вот это прикольно Ловкость Ну, я не знаю Заставочка Это что, кровь? Да, но я в порядке Я в порядке Хорошо, хорошо Дай-ка мне свиток Войска выдвинулись отсюда Но я не знаю Куда они направились Они идут на север Но непонятно Куда именно Я, кажется, знаю Того, кто сможет нам помочь Опять нам Ева помогает Кто здесь? Даниэл Ева Это Асмодеус Асмодеус? Ева Даниэл Это же демон Пойдем отсюда Все хорошо Я его знаю Это Это мой друг Спасибо, Даниэл Слушай, все нормально Он должен знать Где находятся генералы Ну Рассказывай Как вы познакомились? Некоторое время назад Я услышал звуки Яростной драки Которая происходила С другого этого здания Даниэлу удалось отбиться Но он был тяжело ранен Меня удивило то, что он смог победить четырех демонов сразу И я решил помочь ему Ты же демон Почему ты не прикончил его? Да, я демон Но не такой, как остальные Я пришел сюда не для того, чтобы охотиться на человеческие души Я сбежал сюда из ада Сбежал очень давно И с тех пор скрываюсь И жду Подожди Ты же не та самая Ева Или та? Что? Та самая Ева? Ты мне об этом не говорила Я не люблю об этом говорить Подожди, а почему тогда ты здесь? Эй, а где Адам? Ах Ах Итак, Даниэл Чем я могу тебе помочь? Нам нужно найти оставшихся генералов И армию Люцифер Люцифер уже давно перебрасывает в этот мир своих солдат И готовится к нападению на рай Мы уверены, что атака начнется уже скоро Поэтому мы должны уничтожить генералов Прежде чем они будут готовы к нападению Мне не нравится сражаться против таких же, как я Но... Мы знаем, что они были здесь И думаем, что они двигаются на север Он находится вот здесь Рядом железнодорожной станции Видишь, я говорил тебе, что он знает Спасибо, друг Увидимся Я знаю еще кое-кого, кто может нам помочь Насколько я понимаю Пока ты можешь справиться один Я присоединюсь к тебе Как только смогу Прикольно Прикольно то, что сейчас Можно посмотреть эти заставки Потому что, повторюсь Когда в детстве я проходил эту игрушку Ну, в школе, я не помню Соответственно, доблестные пираты Просто вырезали данный контент с диска И не было никаких заставок Просто шли уровни один за другим И хорошо, что я просто поиграл в эту игру Потому что она, по-моему, даже в какой-то момент там вылетала Вот, сейчас, смотрите Благодаря заставкам появляется какой-то сюжет То есть мы понимаем, что Ева это та самая Ева Библейская Непонятно, где Адам Какой-то Амадеус или как его там демон Он появляется харизматичный Такой типичный, знаете Такой Чёртик Короче, такой пузатенький Прикольный, харизматичный Опять же таки Я не знаю, правильно ли они там перевели или нет Мне кажется, там в оригинале больше Стёпа было Особенно забавно, когда Ева пугается Вот этого Амадеуса Ну что ж, он нам вроде как правильно подсказал Я не знаю, он нам жизнь спас, главного героя И получается, стоит ему доверять Что ж, давайте заценим Третья часть первого уровня Называется Станция Посмотрим, может тут такие же будут эпичные уровни, как и во втором эпизоде Вы не должны собрать ни единой души Слушайте, а я не соберу Ни единой души Пипец, смотрите сколько монстров 266 Ох Мне кажется, я на этом уровне буду долго торчать Я не соберу ни одной души Потому что я играю на безумии Слушайте, а это какой-то киберпанк пошёл Смотрите, они Стрелять умеют А это что за Ну ладно, давайте Пейнткиллер свой возьмём Нам написали, почему я не пользуюсь пейнткиллером Ну вот этим оружием Начальным Мне не очень нравится, потому что он медленный Поэтому я не особо пользуюсь Это секретная область, реально? Ну она очень простая, ребят Это, наверное, самый простой секрет в игре Так, давайте выходить оттуда Я даже не представляю, какое безумие будет твориться на последних уровнях Так, я свалю Ну они, кстати, немного дамажат Ну вот колышки Обожаю их Один раз попал И всё Правда ещё надо попасть Ну отлично, попал Беру бронь Какие-то канализации мне пока не нравятся, если честно Я хочу посмотреть контент Дизайн уровня А вот эти вот канализации, ну такое себе Монетки Прикольно Пока мне всё нравится В плане Лёгких мобов Это первый сейф Вот так мы доблестно прошли Вылезаем на поверхность, наконец-то Так Ага, и сейчас с этой стороны, смотрите Кто-то ещё будет? Не, никого не будет А где мы оказались? На станции Может это какой-то метрополитен Метрополитен я обожаю Ну, весь вопрос В какие года нас Телепортирует Судя по всему Какие-то нулевые, да? Ну, жизнь, кстати говоря Давайте картины заценим А может станция-то Железнодорожная, да? Наверное Имеется в виду Такие своеобразные Купола Арки Назовем их арками Это не купола Прикольно Это, наверное, исторические Какие-то Кадры Это какая-то авария Смотрите Как они умудрились Из станции Так вылететь Непонятно Банкоматы, да Слушайте Но это уже такие Нулевые Уже современные Так что Так А там, кстати Новое оружие Между прочим Ну, сейв Понятное дело Берем оружие Ох, здесь замес Пойдет, да? Так, с какой стороны Бегут? Офигенное, кстати Я уже сейчас могу сказать Вот не выходя на станцию А что это за терминаторы Атакуют Идите вы нафиг, ребят Ох, это ракетница, кстати говоря Но она как-то не очень хорошо работает Я уж поберегу патроны Ну Пейнфиллер Мне просто показалось Что это какие-то роботы Я их назвал Терминаторами Потому что Вот здесь, смотрите Ракетница должна А вы так можете прыгать? Они тупые, реально Они не могут так прыгать А что, у вас не огнестрел? Ну, если у вас не огнестрел То Вообще пофигу с вами Ну, так можно от них бегать На самом деле Главное, чтобы за спину Вам не зашли Офигенная Локация Еще раз повторюсь Ощущается Вот эта вот, знаете Работа дизайнеров Огромное пространство Кстати, напишите Тормозил ли у вас Пейнфиллер На ваших компах Потому что Мне кажется Он мог подтормаживать За счет вот этих Громоздких локаций Хотя, насколько я знаю Одним из главных Преимуществ Пейнфиллера Было то, что Ой-ой-ой Ну все Меня зажали Немножко Было то, что Короче Она неплохо была Собрана Сама игра И не тормозила Слушайте Они вроде бы Как стреляют Но с другой стороны Они настолько В принципе Безобидны Что я даже Не знаю Достаточно Просто Проходятся Они почему-то Издалека Не стреляют И все Понимаете А сколько я их тут Уничтожил Человек 50 Ну да Где-то Около Полтинника Наверное Уничтожил Добро пожаловать В Зурих Ну это Швейцария Типа Да Можете Поправить Меня Цурих Цурих Зурих Назов Цурих Швейцария Ну Насколько я понимаю Игрушка-то Поляки делали Ну да ладно Да Какие-то исторические Такие Фотки Прикольные Кто знает Можете Написать Комментарий Может это Прообраз Какой-то Знаменитой Станции Хотя Вот в Таком Архитектурном Исполнении Наверное Большинство Были Станции Сделаны На Железно Железноторожных Да Так Ну что Погнали Сюрикен Сюрикен Возьму А Не газ Какой-то Все Я понял Буду знать А не Какой-то Газ Видите Какие-то Гранаты Кидают Все Я иду За Здоровьем Я почти Труп Да Я Труп Ну что Здесь Придется Попотеть Мне кажется Давайте Думать Что делать Ну Во-первых Мне кажется Тут секрет Есть Правильно Я понимаю Смогу Я так Пройти Это Это Не Секрет Да Ну Прикал Что Ли Я Думал Секрет Ладно Спускаемся Ну Броня Очень Нужна Так Я вижу Еще Патроны Супер Нужна Бронь Так Ну Что Делать Ракетница Я даже Не знаю Давайте Вот Это Попробуем 200 Броня Куда Бежим Ну Мне кажется Да План С ракетницей Мне кажется Получше Смотрел Чем Скаломет Так Стратегия Будет Следующая Я возьму Ракетницу Так Ну Как-то Так Так Беру Жизнь Все Вроде Пока Относительно Неплохо Убегаю Что-то Напоминает Квэк 3 Арена Вот Эти Джампинги Не Напоминает Вам Мне Просто Напоминает Вот Эти Распрыжки Прям Какая Ностальгия Так Я вижу Еще Жизнь Между Прочем Блин Ракетница Тема Жизнь Конечно Жи Беру Так Кто Там Орет Каким-то Дьявольческим Демоническим Голосом Так До свидания Так А тут Закрыто Ну Сами Напросились Ну Все Вроде бы Как Шикарно Ой-ой-ой Ну Как Шикарно Блин Зажали Все Пошли Нафиг Отсюда Так Не Застревай Теперь Оборачиваемся Вот Они Ну Такая Стратегия Не Знаю Единственное Что Приходит На Ум А Где Еще А Все Что Ль Реально Мы Прошли Не 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 Я Слышу Еще Кто То Так Газ Пустили Блин Засранцы Это Газовые Атаки Конечно Это Жесть Зачем Я тут Гвоздомет Взял Если честно Больше Здоровья Нету Да Все Отлично Но Это Было Очень Сложно Если Честно Мой Вам Совет Возьмите Здесь Ракетницу С Ракетницы Убегайте Ждите Скопления Врагов И Стреляйте Только Так Ну Плюс Еще Броню Конечно Раздобудьте Ох Это Сложно Было Тем Временем Осталось 100 Врагов Сейчас Посмотрю Конечно Здоровье Но мне кажется Ничего Тут Нету 52 У меня Осталось Но брони Практически Нету Сюда Могу Заглянуть Ага Все Шикарно Слушайте Вот это Шикарно Заглянули Сейф Возьму Золото Когда Нибудь Она Мне Понадобится Так Беру Припасы Так И теперь Вопрос Куда Ити Ну По идее Сюда А Это Что Такое Ну Прикольно Смотрите Расписание Сейчас Кстати Заценим Что За Расписание Так Кто Меня Фигачит А ну Слезайте Оттуда Блин Сложно Сложно До них Добраться Так Давай Слезай Оттуда Готов Где Еще Сложно Сложно Но Попытаемся Если Мы Ее Пройдем Плюс Минус Без Потерь То У Нас Кстати Большие Шансы Так Ну Давайте Подходите Вот Новая Стратегия Я Стою Здесь И Просто Уничтожаю Чуваков Это Жесть Че Что Что Это Творится Так Окей Остался Один Сверху Да Правильно Я Понимаю Здорово И Все Получается Нет Да Что Что Будешь Делать Так Все Отлично Вот так Сойдет Такой Размен Мне нравится Хорошая Тактика Встать В проем Отстреливается Такая Трусливая Немножко Но Почему Нет Так Первая Комната Окей Теперь В какую Дальше Пойдем Здесь Точно Нет Нихило Ничего Нету Да Могли Быть На самом деле Прикольно Что Тут Стекла Выбиваются Так Возьму Патрончики Вторая Комната Мне очень Хочется Зачистить Вот Эту В туннеле Я не хочу Идти Я вот Сюда Пойду Вот так Отлично А вон Они Засранцы Я не знаю Я не попаду Наверное Так Они Тоже Гранатометчики Короче Попал я По одному Я попал Нет Крайне Сложно Если честно Вообще Нифига Не видно Собраться Покуда Нибудь Так Но я Еще и Застреваю Но Одного Я Все Так Замочил Смотрим Дальше Что тут Я крайне Хочу Изучить Расписание Это просто Интересно Реально Так Еще один Готов Где еще один Дверь то не Открывается Где еще один Ага Ну их там Двое А Все Ну что ж Еще одна комната Зачищена Давайте Заценим Исъен Париж Москва Варшава Вена Цюрих Амстердам Берлин Где Москва Там Почему Где Москва Написано Хорошая Женщина На Латинице Vivo La France Может Это Пасхалка Какая Вива La France Париж Эсъен Гютбир Вена Муссолини Почему Так Ну Это такие Своеобразные Приколы Собственно От разрабов Я думал Здесь Будет Наименование Вокзалов Ну Там Какие-то Такие Лозунги Непонятные Так Ну У меня Здоровья Нифига Уже Не остается Здесь Есть Пасхалки На самом деле В этой игре Возможно Есть идея Просто Возможно Запишем Кое-что Что-то Интересное По Игрушке Так Нам Сюда Да Или Не Сюда Нет Не Сюда Короче Нам Теперь В туннель Идти В какой-то Ну Давайте Сюда Вот И В целом То есть Что Рассказать На самом Деле Крайне Сложно Воевать Когда У тебя Всем Здоровья Готов Конечно Но Там Что-то Зарывается Смотрите Я не Достану Да Таким Образом Ну Конечно Я Не Достаю Не Достал Окей Кто-то Сверху Слушайте А Сверху Ну Не У 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 не достану или достану вот почему-то он меня как бы может достать смотрите они даже пытается достать так готов так это в принципе возможно их так отстреливать издалека но не знаю по ногам что побить ох ты блин точное попадание да короче эта комната будет достаточно опять же проблематичный скажу но вот этот туннель самая сложная в итоге комната оказывается потому что здесь это босс стоит сверху абсолютно не убиваемый вот собственно вот он там видите по нему хрен попадешь единственная шанс это делать врыв так минус 2 кстати говоря справа это достаточно неплохо ладно врываясь врываясь беру бронь как же те попасть то какой-то дюк нюкем были сверху стоит так что застранится здесь время очень почему я по ногам то не попадая отлично попал так не застревай так не застревай готов а ты попадаешь так слушайте а он так не попадает да ну окей это наш шанс так же тебе попасть то а ну вот так окей пенхиллер здесь достает так еще минус один ну и справа остается где-то там вон он держи все по ходу или еще кто то остался не не все последний остался так чё я прыгаю готов ну чё всё так ну вот да это не глюк новый замес зря я кстати наверно вышел на них может сейчас будет закидывать меня сверху ну да это классика жанра так раз попал застрял немножечко ну ничего страшного ну ничего страшного так ты ж застранство попадает а да ну я почти труп тактика изначально была не очень хорошая так ну минус два появляется небольшая надежда вроде как два косых не я все таки побеждаю вроде как но чё толку вот у меня два здоровья осталось да 111 брони что дальше сколько 45 осталось ну давайте ладно сэвимся но это вообще безумие как говорится потому что здоровья нету так они чё то убегают от меня кого то уже боятся чё вы боитесь у меня два здоровья я не знаю придется как нибудь колями но они как то сюда вроде не могут что ли забежать на какой то глюк одно здоровье у меня осталось может это конечно глюк нам сыграть на руку вот издалека он фигачит конечно по нам здесь стопудня где то есть здоровье мне кажется так еще труп что будешь делать то а ну вот как он не проходит так готов пейнт киллером сейчас попробую достать достал окей так еще минус ну 32 осталось их очень много осталось ребят я даже не знаю ждем вот этих вот вот эту бригаду бегут вроде как сверху кто то еще так ну отлично еще и сверху закидывает за нас ага ну здорово чувак ну я по нему не попадаюсь даже не вообще никак так отлично ну допустим с одним мы справились сверху вроде бы никого нету там впереди бегает долетит эта штука но она просто тупо не долетает жизни я не вижу по инфейеру давайте попробуем добьет ну в теории может конечно не долетает а вот так вот отлично шикарно все таки пейнт киллер как он выручает иногда очень сильный так ну еще здесь ну че ж ты там бегаешь то давай нет у меня оружия стоящего ну пулемет есть окей вот жизнь как достать эту жизнь ребят ну на этих вот стопу днях кто то стоит и те уже стреляет а кто стреляет хрен поймишь здесь вроде бы никого нету ага прикольно стекла так рушатся блин как бы мне хотелось эту жизнь сейчас забрать ну я могу конечно предположить что можно как то на вот этот банкомат забраться мне ж тут помешает так окей давай 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 почти же блин я почти забрался между прочим почему он упал то несправедливо ну-ка давай да елки-палки короче это был шанс все я уже не смогу второй раз так его поставить мне кажется так ведь давай 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 может смогу отлично это секрет 100 здоровья ну теперь ребят теперь давайте поборемся где вы тут так пошел в их зону давайте заценим кто здесь что никого нет что ли никого не осталось ну вот засранец стоит так у меня ноль патронов к сожалению звездочки остались так все я ухожу готов кто там еще чувак вообще застрял отлично сейф в любом случае мы посмотрим что тут вообще находится монетки хотя у меня золото очень много но я соберу ну что ж финальный замес девятнадцать молвов осталось девятнадцать молвов осталось ну давайте идите сюда загадим где это минут готов ai ну я уже иду если честно В лобовую, потому что не особо страшно Вроде бы запас Здоровья есть Осталось два Надеюсь здесь О, микробосса не будет, отлично Все, отлично Ну все, мы получали Кстати, карту, потому что мы не собираем Души, это круто А на других уровнях, как сложности То есть надо как-то уворачиваться То есть не собирать их По-моему это достаточно сложно Заценим карту Какую дадут Уровень самый Больший по количеству Противников, но Красивый Ловец душ Позволяет поглощать души на расстоянии Спасибо, конечно, но он мне нафиг не нужен Эта карта Так Заброшенная фабрика Следующий уровень Звучит атмосферно Посмотрим, что там за фабрика будет В какой временном отрезке Это будет показано Современность или там наоборот Какой-нибудь, не знаю Девятнадцатый век Подписывайтесь, если понравилось И следите за новостями на канале Пока-пока